Местные жители коренные дербенцы часто вспоминают времена, когда они, где бы ни находились в Махачкале или Москве, по возвращению домой всегда говорили, еду домой. Для них другого города просто не существовало и быть не могло. Дагестан Феерическим успехом Республики Дагестан все больше называют указ Президента России о праздновании 2015 году 2000-летия города Дербент. События все больше и больше вызывающего интерес не только в Республике, но и в стране. По мнению ученых, между первой находкой конца века бронзы и нынешним Дербентом 5000 лет. Тем не менее, даже 2000-летний Дербент является самым древним городом России и входит в число древнейших городов мира. ЮНЕСКО признала крепость на рынке Алла и старую часть города с традиционной застройкой всемирным наследием человечества. А в 2006 году ЮНЕСКО присудила грамоту городу Дербент как одному из самых толерантных городов мира, где столетиями существуют три религии – ислам, христианство и иудаизм. Поразительно, но даже тем, кто первый раз вступает на эту землю, все здесь может показаться знакомым и родным. Удивительно и то, что вне зависимости от цели приезда сюда, в какой-то мере мы ощущали себя паломниками, путешествующими по велению или зову сердца. Чувствовали, что время здесь имеет совсем другое измерение. Прошлое, настоящее и будущее воспринималось нами как одно целое. Город в Дагестане, который находится на узком проходе между Каспийским морем и предгорьями Кавказа, назвали Дербентом, что в переводе с персидского означает «узел ворот». Как рассказывают местные историки, город Дербент, как один из древнейших живущих городов в мире, был основан в 438 году н.э. как персидская крепость, состоящая из расположенной на холме цитадели Нарын-Кала и двух идущих от нее к морю каменных стен, которые запирали трехкилометровый проход между морем и горами Кавказа и ограждали с севера и юга территорию города. Роль Дербента в древности была велика. Важное значение Каспийского прохода стало причиной захватнических устремлений скифов, сарматов, аланов, гунов, хазар и других. Именно здесь пролегал один из важнейших участков Великого Шелкового пути. И Дербент являлся перекрестком цивилизации, связывавшим восток и запад, север и юг. Возникнув в древности, он из маленького поселка превратился в один из крупнейших средневековых городов Востока. Пережил бурные исторические события, штурмы и разрушения, периоды расцвета и упадка. Служил ареной кровопролитной борьбы. Одно дело читать о Дербенте, смотреть о нем фильмы, совсем другое дело находиться здесь, ощущать древность этого города. Просто поразительно. Дух захватывает от мысли, что здесь в свое время побывали самые известные полководцы и завоеватели средневекового Востока. Арабские военачальники, сельджуфские полководцы, прославленные соратники Чингисхана Джебе и Судулай, властелин мира Тимур и правитель Золотой Орды Тахтамыш, турецкий султан Селим, знаменитый правитель Ирана Шах Аббас и гроза вселенной Надир Шах и многие другие. Именно здесь окно на восток прорубил император Петр Великий. Гуляя по узким кривым улочкам самого южного города России, мы словно переносимся в глубокую древность. Это старая часть города, или, как его называют старожилы, верхний главный город Шахристан. Он сохранился. В нем, как и прежде, живут люди. Его строили из знаменитого дербентского камня, желтоватого известняка. Из него, кстати, построена вся крепость и весь дербент. Он такой прочный, что даже те стены, которые уходят в море, водой не размываются. В старом городе девять магалов, кварталов. Побывав там, испытываешь чувство, будто перешагнул столетие. Удивительный уголок. Не только по количеству лет, опережающих все города страны, но и потому, что гармония и спокойствие здесь контрастируют с кипучей деятельностью современного курортного города. Местный воздух словно наполнен оптимизмом и живой энергетикой. Такой осязаемой, такой мощной, что едва она когда-нибудь иссякнет. Несмотря на трудности, люди здесь жизнерадостные, гостеприимные и никому, никому на свете не желают зла. Главная достопримечательность города – крепость Нарынкала, куда мы стремились попасть. Так вот, как выглядит драгоценный алмаз в сокровищнице Дербенского наследия. Сразу заметно, что конфигурацией своих стен и размерами она полностью совпадает с крепостью Скифского и Албана-Сарматского времени. Расположена в северо-восточной части вершины Дербенского холма, возвышается на 340 метров над уровнем моря, занимает площадь около 4,5 гектаров. Отсюда открывается прекрасный вид на город. Среди плоских крыш, как будто прорезанных трещинами кривых улочек, возвышаются купола мечетей, которых в городе довольно много. Они напоминают о временах арабского владычества. Большая удача встреча с человеком, который сопровождал нас в течение всего нашего путешествия по Дербенту. Керим Рамазанов знает о городе все до мельчайших подробностей. С ним интересно и комфортно. Наше путешествие по крепости начиналось с так называемых Восточных ворот. Монументальный свидетель эпохи Великого переселения народов и выдающийся памятник архитектуры Дербенский крепостной комплекс. Он выполнял оборонительные функции на протяжении полутора тысячи лет. Главные восточные ворота цитадели, над которыми располагается ханская канцелярия. Двухэтажный корпус включал в себя парадные служебные помещения, а также приемную хана. Разрушенное в 60-х годах 20 века здание было полностью реконструировано. Когда-то на первом этаже здания находилось судилище. Здесь же и малый зиндан, подземная тюрьма. Посаженный в эту яму мог только сидеть или стоять. Он также слышал сверху приговор. Могли или помиловать, или же отправить в большой зиндан, где узника ожидала голодная смерть. А самое худшее наказание – это ожидание наказания. Важное место занимают сооружения для хранения и использования воды, которые для любого города-крепости имела едва ли не первоочередное значение. Вода, поступавшая из родников на склоне горы Джалган, по многочисленным обнаруженным при раскопках каменным и керамическим водоводам, направлялась в несколько подземных водохранилищ. Проходим мимо купола с водохранилищем, где вода предназначалась только для правителей города. Уникальнейшая система водоснабжения. Вот по каменным лоткам, по акведукам, по желобам, как мы говорим, вот в стене есть. Вода поступала за 1500 метров оттуда, уже за крепостными стенами. Вода поступала в это малое водохранилище. Вы видите здесь? Ханская вода. Если образно сравнить, начиная с этой площадки, до самого конца здесь стоял огромный дворцовый комплекс. Видите, главный вход остался и реставрированный час ханской канцелярии. Золотое кольцо дворца, главный бриллиант – вода. Увы, дворец почти полностью разрушен. Здесь стояли дворцовые сооружения 4 века нашей эры. Сохранилась нижняя часть колонны, так называемая база. Свидетельство того, что здесь когда-то шестиметровыми колоннами возвышались античные дворцы. Эти жернова были найдены здесь, при археологических раскопках. Говорят, что здесь была центральная ось. Видите, там дырка. Крутили или животные, или рабы. Эти каменные жернова говорят о том, что издревле дагестанский народ являлся земледельческим. Нас заинтересовали большие сундукообразные камни. Оказалось, они когда-то украшали могилы первых правителей мусульман. Поскольку на территории крепости никаких кладбищ не было и нет, то эти камни здесь хранятся как исторические памятники. Вот этот камень чисто орнаментный. Под этим камнем лежала женщина. Остальные, видите, камни все. Эти написано арабской вязью. Эти камни были мужские. А вот это здание, которое вы видите, это гауптвахта и офицерский клуб. 1828 год. Шла русско-персидская война, построенная для нужд русских солдат. Здесь размешался гарнизон русских солдат. В крепости не было воды. Люди забыли, откуда шла вода. Как нашли воду? Здесь работали отец с сыном. Отец давно уже умер. Сыну сейчас 72 года. Живой, работает еще у нас сторожем. И вот они, когда здесь ввели первые восстановительные работы, случайно обнаружили проем. Видите, дыру. Папа, говорит, подумал, а вот это ход к кладам, к сокровищам каким-то. Ну, сам туда пролезть не мог. Полный был такой. И сказал сыну, а он у нас худенький, шупленький, и сейчас такой же. А ну, посмотри, что там есть. И он, говорит, прополз. Вон до той стены дополз под землей. Не испугался. Клада не нашли, золота тоже не нашли. Но нашли какой-то ход. И вот когда приехал сюда академик Кудрявцев, который вел археологические раскопки, он обратно залез, стал стучать. Мальчик. И вот с той стороны вытащили камни. Когда вытащили камни, на земле обнаружили лотки для воды. Значит, отсюда шла вода. Найти уже этот источник не составляло труда. С той стороны стали копать, обнаружили лоток. И вот по этим лоткам стали искать, где же кончаются лотки. И лотки привели за 1500 метров туда, в ущелье. И под землей нашли уникальное сооружение. Пещера, которая уходит в скалу, 30 метров, вырубленная человеком. Обложена арочной камнем. Посредине идет желоб. И в конце черный квадратик. Откуда льется много-много воды. Все родники со склонов тайно направлены туда. Во время путешествия мы не могли не заметить странные белые купола. Оказалось, что это старинная ханская баня. На территории города четыре подземные бани. Есть старинные. А эти были специально сооружены для правителей города. Уникальность заключалась в том, по легенде, одной свечой город отапливали эти бани. Какова была система? Ну, естественно, это образно сказано, но меньшим количеством тепла действительно отапливали бани. Какова была система? Каменный пол. Под каменным полом зигзагообразно шли лотки. В центре стоял котел. Разогревался котел, вода растекалась по желобам. Здесь недалеко, говоря, стояла котельня. По керамическим трубам, труба в трубе, наподобие термоса, в бани, через эти дырочки, видите, от земли, вот там, видите, смотрите, в бани втягивались в огромном количестве пар с дымом или горячий воздух еще. Вот эти оконные проемы, раз, два, три, и вот с этой стороны говорят о том, что бани действительно великолепно отапливаются. Таких больших оконных проемов даже нет в городских подземных банях. Это говорит о том, что они были уникально построены. Еще открывались верхние люки тоже. Купались только чета правителей. Есть легенда, если, говорит, топились бани, купались женщины, в сторону бань смотрел, мужчина, выкаливали один глаз. Это легенда. И если в банях купались, мужчина смотрела женщину, что не печально, оба глаза, близко к баням никто не должен был подходить. Это легенда. Пойдемте далее. С любой точки крепости открывается панорама на великолепные ущелья. Сам холм являлся крепостью. Почему здесь было построено? Это уникальное еще было место. Поэтому вы видите, что сам холм со всех сторон окружен ущельями. Единственная западная сторона более-менее была открыта. А на этом месте когда-то стоял Северный дворец, который полностью был разрушен захватчиками. Наш гид всегда ссылался на академика Александра Кудрявцева, который 22 года проводил археологические раскопки на территории Дербента. А это один из наиболее интересных памятников Дербента, назначение которого долгое время оставалось загадкой. Крестово-купольный храм Кавказской Албании. На территории Дагестана и Северного Азербайджана было государство Кавказская Албания. Первый век до нашей эры, шестой век нашей эры. Речь идет о крупном подземном сооружении, вошедшем в историческую литературу и все путеводители, как подземная цистерна для хранения воды, вырубленная в скале. Однако археологические исследования последних лет показали, что данное сооружение, строго ориентированное по сторонам света, является крестово-купольным христианским храмом. Первоначально все сооружение было наземным, а не вырубленным в скале. Подземная тюрьма Зиндан. Уникальный памятник средневековой архитектуры. Глубина 11 метров, внутренняя площадь 25 квадратных метров. Через отверстие в Зиндан проникал свет и воздух. Приговоренных сажали в Зиндан, где они умирали голодной смертью. Это сооружение, специально построенное в виде кувшина или пирамиды с наклонными внутренними стенами, чтобы узники не могли вскарабкаться и выйти. Сверху стоял вот этот камень. Видите? С дырочкой. Полностью. Воздух, вода, пищу, если давали, проходили, давали только через этот проем. И если, говорят, кто-либо умирал, его тоже не поднимали на поверхность. Это невыносимо. Представьте себе, какая глубина, и какая тишина, и какой сырость, и никуда их не поднимали. Это был окончательный приговор. Каменный мешок. И вновь величественная панорама на городе Рбент. Отсюда видно, как две параллельные крепостные стены входили в море. Общий пролет между стенами 400 метров. Северная крепостная стена тянется около 3 километров от цитадели на рынка Ла до Каспийского моря с запада к востоку. Она сохранилась почти полностью и в настоящее время. Южная крепостная стена тянется, как и северная, от крепости до Каспийского моря, но обрывается местами. Вдоль южной стены расположена крепостная лестница, которая насчитывает 211 ступеней. Я вам говорил, там находится Малая Ханская вода. Это большое для всей крепости водохранилище, но этим не ограничивались. Пойдемте посмотрим. Когда они наполнялись водой, вода уходила в городские водохранилища. В городе было еще три, два больших и две маленьких, три-четыре водохранилища. Вот здесь вы видите большое водохранилище. Вот оттуда шла вода и наполняли, представьте себе, это огромное водохранилище, которое держали воду. Вот-вот через этих дырочек, через этих проемов. Видите? Подобные водохранилища устраивались для хранения больших запасов воды на случай осады города и временной задержки поступления воды. Якоря, поднятые со дна Каспийского моря, дополняют экспонаты исторического Дербента. Бывшая территория дворца. Дворец Дербенской цитадели был построен в 1768 году сильнейшим феодальным владетелем Восточного Кавказа Феталиханом. Академик Будков, посетивший в 1796 году цитадель Нарын-Кала, писал, что был в ханском доме, который построен в два этажа из дикого камня на высоте... А солнце у нас всегда восходит с востока. Первые красные, жирные лучи, попадая на эти окна, давали такое отражение городу, как будто дворец сгорел и пылал ярким красным цветом, показывая величие города и величие тех, кто восседал в этом дворце. В юго-западном углу крепостной стены цитадели расположен прямоугольный проем, ведущий в угловую башню, через которую когда-то был вход на горную стену, начинавшуюся как раз от этой башни. В настоящее время сохранились лишь небольшие участки этой стены. Их изучение показало, что это было грандиозное сооружение толщиной 3 и высотой 10 метров с многочисленными укрепленными фортами, полуфортами и прямоугольными башнями. Эта мощная линия обороны, извиваясь по сплошному горному рельефу, уходила вглубь Кавказа более чем на 40 километров. А здесь вы видите западные парадные ворота. Те были восточные, эти западные ворота. Над воротами вы видите огромные бойницы стоят, множество. Здесь сосредотачивались войска. Говорят, что с той стороны были ворота и эти ворота. Это были самые безопасные ворота. Поэтому они назывались западные парадные ворота. Все, кто, должны, говорят, были встретиться с правителем города, въезжали через эти ворота. Когда через эти ворота выводили войска, противник об этом не мог знать. Поэтому их еще называли тайнами. Мы попытались выйти через эти ворота из крепости. Нам это удалось. Может, хватит? Так хватит тяжело открывать. На шершавой каменной стене веками выветрены поры, как летопись времен. О дербенских стенах писали. Ширина их такова, что по ней проедет 20 всадников в ряд, не теснясь. На них можно было ездить и на телеге. Сохранившаяся высота стен достигает 10-12 метров, а местами и 15-18. Фортификация много раз перестраивалась и реставрировалась. Сохранившаяся древнейшая окладка представляет собой огромные, нестандартные, притесанные друг к другу на месте блоки. Отсюда открывается великолепный вид на крепость, город Дербент и море. Величественная цитадель и цветущий миндаль. Завершить путешествие захотелось на берегу моря. Путь до моря был не менее интересен. В центре города одна из древнейших пяти мечетей мира Джума-мечеть. На ее территории растут деревья платаны, которым почти 800 лет. Их внесли в реестр живых памятников Российской Федерации. Неподалеку армянский храм памятник архитектуры 19 века. Он был выстроен в 1860 году. А это церковь покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте. На этой улице расположена Большая Синагога. По воспоминаниям старожилов, к 1931 году в Дербенте оставалось еще семь синагог. Но постепенно все они были закрыты. И действующей осталось только это. Каменная усталость, шум в ушах и, наконец, Каспийское море. Именно нужно было к нему прийти и получить как награду. Бескрайняя гладь под серо-стальными облаками, прозрачный прибой, без устали пересыпающий длинные галечные косы. Заря ахнула от изумления, взглянувши на него впервые. Так начинает описание Дербента Александра Бестужева в Марлинске. Что ж, Заре было от чего ахнуть. Дербент город необычайный. Уникально само его расположение. Ни в каком другом месте Кавказские горы не спускаются так близко к Аспийскому морю. На водной поверхности пролегала широкая светлая полоса. Она отливала сталью. Дул ветер, и водные валы неспешно набегали на берег. море шумело и думалось только о том, что город Дербент одно из самых незабываемых мест. Мы уезжали. Наряду с массой впечатлений увозили с собой и поэтические строки полюбившегося нам Керима Рамазанова. Строки, которые вряд ли когда-нибудь забудутся. Мой древний город, ты великий, врата Кавказа о Дербент, священник твой прекрасный лик, и равных больше тебя нет. На стыке севера и юга, на стыке двух стоял миров, не понимающих друг друга, где проливали вечно кровь. Соединил воедино ты всех враждующих сторон, город вечный и единый для всех народов и племен. Ты трех религий был оплот, сажая веры семена, и с верой здесь живет народ во все лихие времена. Великий город, ты великий, врата Кавказа о Дербент, священник твой прекрасный лик, и равных больше тебе нет. окреплен, дверь, не зря, не зря. Ты великий, ты великий, Продолжение следует...